Всем привет! Сегодня у нас фавориты марта. Март закончился как-то молниеносно. Не знаю, если февраль и январь я еще хоть как-то заметила, то март я не заметила вообще, что он был. В принципе, вот насобирала огромную корзинку фаворитов. И сейчас обо всем по порядку вам расскажу. Здесь будет в основном декоративная косметика, но и из уходовых тоже есть немножко сред. Буду доставать продукты рандомно и рассказывать о них. Начнем с парфюма. Как оказалось, вот этот вот Блюмен Букет это единственный парфюм, которым мне хочется в данный момент пользоваться. Хотя все-таки парфюмов у меня немало. Если зимой моим любимчиком была Мисс Диор, то сейчас мой любимчик Блюмен Букет. Вы видите, что и Мисс Диор я использовала довольно-таки много. Это очень легкий, очень приятный, очень нежный аромат. И мне хочется вот каждый день чувствовать его на себе. Я знаю, что вы ждете видео о парфюмах. Очень-очень-очень скоро оно будет. Поверьте, я делаю все возможное для того, чтобы оно как можно быстрее появилось на канале. Следующий мой фаворит это Тени. К сожалению, сама палетка очень пачкается. Я хочу выделить три оттенка. Сейчас я вам их назову. Во-первых, на все века я люблю использовать вот этот вот оттенок. Он очень нежный, он немножко такой сатиновый. Дает небольшой отблеск. Это у нас оттенок 0,41. Кладку века я очень люблю наносить вот этот вот оттенок. Это у нас 0,18. И ленивый макияж на все века. Вот этот вот оттенок, но он раскрывается именно в растушевке. Видите, какой он красивый? Он мне очень напоминает тени из палетки Dior. Я вам как-нибудь покажу в сравнении. Это у нас оттенок 0,64. Следующий продукт это уже старичок в моей косметичке. Мак Prep & Prime. Здесь было целых 100 мл. И вот за год я использовала практически полностью. Учитывая то, что активно я им начала пользоваться только последние пару месяцев. Первые и последние, скажем так, пару месяцев. А между этим временем я его практически не использовала. Поскольку использовала Метеорит от Guerlain. И довольно-таки матовый тональный крем. И мне не нужно было вот это вот вспрыскивание для того, чтобы соединить все текстуры. Вот. Поэтому обязательно буду повторять. Потому что в данный момент эта штучка мне очень необходима. Следующий уходовый продукт. Это новинка в моей косметичке, но тем не менее уже успела мне полюбиться. И я использовала довольно-таки много. Здесь объем большой. Я, к сожалению, не вижу. Но здесь, наверное, где-то 150 мл, я думаю. Это очень хорошая умывалка. Она довольно плотная, густая. Имеет полупрозрачную такую вот текстуру. Очень мне напоминает по действию умывалку от Estee Lauder. Она хорошо пенится. Смыть ее немножко трудновато. То есть нужно большое количество воды для того, чтобы смыть пенку. У нее неплохой состав. И она очищает до скрипа, что мне очень и очень нравится. Я не знаю, с ее помощью или с помощью моих уходовых средств. Но моя кожа сейчас гораздо лучше выглядит, чем выглядела тогда, когда я тестировала миллион различных уходовых средств. Следующее, что я очень люблю, это вот эти вот золотые гидрогелевые патчи от Petit Fee. Я уже практически их закончила. В запасе у меня уже нету патчей. Видите, здесь две штучки. На завтра осталось и все. В запасе уже нету. И на сайте iHerb, к сожалению, в данный момент они недоступны. Но как только они снова станут доступны, я обязательно их приобрету. Действительно очень хорошо работает. Следующий продукт, который тоже у меня уже практически закончился, это тоник от Tires. Это уже не первая далеко моя баночка. Очень хороший освежающий тоник, который приводит кожу лица в порядок, который хорошо, собственно, тонизирует, что от него и требуется. И после него даже не обязательно наносить крем увлажняющий, потому что он уже хорошо успокаивает и увлажняет. Что немаловажно лично для меня. Следующие два продукта, показывать буду их в паре, потому что они работают хорошо именно в паре. Это тональный крем от Миша. Ссылочки на все продукты будут внизу под видео, поэтому разворачивайте описание и смотрите. В оттенке номер 21. И пудра от MAC Mineralize Skin Finish в оттенке Medium. Пудра, она для меня немножко тепловата, а тональный крем для меня немножко сероват. Поэтому в тандеме они работают просто замечательно. Пудру наношу кистью. Вот эту вот штучку наношу влажным бьюти блендером для того, чтобы покрытие было немножко тоньше, чем оно получается без влажного бьюти блендера. Довольно-таки плотная тональная основа. Она дает влажный финиш, такой здоровый цвет лица. Мне кажется, она все-таки не подойдет для жирной кожи, но для нормальной смешанной в самый раз. На моей коже держится до вечера, но нужно припудривать, потому что Т-зона начинает поблескивать где-то с обеда. Что касается пудры, она имеет довольно-таки тонкий помол и небольшие светоотражающие частички. И вот на этом тональном креме, видите, здесь он еще сероват, а здесь он уже очень схож с кожей руки. Хотя рука у меня немножко более загорелая, чем лицо. Но тем не менее, вот они в тандеме для меня просто идеальны. Теперь немножко о средствах для губ. Два карандаша. Это супер бюджетные карандаши для губ от Lamelle. Я не скажу, что они супер крутые по качеству, но они супер приятно ложатся. Они очень красиво смотрятся. Мне нравится поверх них наносить масло. И тогда это получается такой красивый, интересный блеск. У меня оттенок 0,1 и 0,2. 0,1 оттенок это мой повседневный оттенок. А 0,2 это тот оттенок, когда мне хочется чего-то более яркого, более интересного. Два вот этих вот продукта я намеренно убрала со своего туалетного столика, потому что иначе я пользовалась бы только ими. Benetint это тот случай, когда вы делаете макияж без макияжа, но вы хотите, чтобы ваши губы были более яркими. Очень красиво смотрится, очень естественно и румянец очень красиво можно с ним сделать. В общем-то просто идеально. Это же лаковая помада от Clinique в оттенке 0,1 Coco Pop. Но Benetint у меня в оттенке, мне кажется он в одном оттенке, нет? По-моему он в одном оттенке, но не суть собственно. Что касается Clinique, это тот случай, когда вы утром наносите и до вечера ходите и можете даже не смотреться в зеркало. Но для тех, кто не любит липкость, не подойдет эта лаковая помада ни в коем случае. Она слишком липкая, но из-за своей липкости она мега стойкая. Она очень долго держится на губах, очень красиво смотрится. И это тот оттенок, который называют мой оттенок губ только лучше. Следующие два продукта тоже хочется показать в паре, поскольку я их собственно именно так в паре и использую. Это две сыворотки. Estee Lauder Advanced Nitropea и Mizon это гиалуроновая кислота. А гиалуроновую кислоту, как видите, я уже довольно-таки много использовала. Я наношу по утрам, а Estee Lauder наношу по вечерам. Тоже, как видите, у меня пол баночки практически уже нет. Хотя я не скажу, что я использую слишком толстым слоем или еще как-то. Очень понравились мне эти два продукта. Конечно, цена у них не бюджетная, особенно у Estee Lauder. Но, тем не менее, они работают просто замечательно. Гиалуроновая кислота моментально просто впитывается, хорошо увлажняет кожу. И кожа после нее действительно меньше шелушится. А вот, что касается вот этого вот средства, мне кажется, оно не только борется с морщинками, но и выравнивает тон кожи, и убирает какие-то, знаете, вот эти вот прыщички подкожные. Очень я люблю эту сыворотку. Далее, у меня здесь несколько декоративных средств. Мои любимые румяшки от The Balm. Очень я их полюбила, очень они мне подходят этой весной. И в марте месяце я пользовалась ими практически весь месяц. Вот такой вот цвет у них. Они очень хорошо держатся на щечках. И несмотря на то, что здесь маленький рефил, все равно набирать очень удобно. Следующий продукт, он уже нашумел на моем канале. Это хайлайтер Master Chrome от Maybelline в оттенке 50. Оттенок называется Rose Gold. И это без преувеличения люксовый хайлайтер в бюджетной упаковке за очень маленькую стоимость. Я уже не мечтаю о хайлайтере Dior, поскольку вот этот вот хайлайтер абсолютно ему ничем не уступает. Следующий продукт, который меня возмутил вначале, но сейчас я его горячо люблю. Это палетка для контурирования от Estee Lauder. И хайлайтер, и бронзер здесь очень хорошего качества. Бронзер очень легко растушевывается, очень естественно ложится. Хайлайтер имеет очень деликатное свечение, очень деликатное. И это тот случай, когда вы не будете видны из космоса, но под определенным углом все-таки кожа будет выглядеть такой дорогой и лоснящейся. Об этой палетке долго рассказывать не буду. Вы знаете, что я просто обожаю два вот этих вот цвета. Этот под бровь, этот под глаза. Очень люблю эту палетку. И в данный момент я просто ее убираю для того, чтобы попользоваться чем-то другим. Потому что за, наверное, последние три месяца она у меня не покидала в туалетный столик. Вообще. Следующее. У меня закончился вот этот вот лосьон от Beaver для укладки. Он предназначен для вьющихся волос. Он немножко наполняет волосы. Волосы становятся более плотными. И укладка держится лучше и дольше. Мне он настолько понравился, что после того, как я обратно вернулась к своему ревлону, я поняла, насколько это небо и земля. Насколько ревлон вообще ничего не делает по сравнению с тем, что делает Beaver. Хотя вот перед этим я на протяжении года использовала свой ревлон. И, не знаю, мне как-то казалось, что это нормально. Но с ревлоном волосы электризуются. С Beaver они не электризуются вовсе. Когда он закончился, я решила написать торговой марке Beaver о том, что мне очень понравился их продукт. И я бы хотела получить его еще раз на обзор. Этот продукт мне попался в бьюти-боксе от Wonderbox. И торговая марка Beaver прислала мне вот такой вот лосьончик. Я немножко расстроилась, если честно, что полноразмерка всего лишь 110 мл. Потому что 40 мл у меня закончилось очень быстро. Поэтому 110 мл это мне на месяц, на полтора. Потому что укладку я делаю практически каждый день. И использую, соответственно, каждый день. На торговая марка Beaver оказались очень щедрыми. И прислали мне еще целую кучу продуктов, на которые я уже делала отзывы. И которые неоднократно попадали в мои фавориты. Следующее, что хочу похвалить. И кое-что хочу поругать. У меня есть один крем для рук. Это не касается тех, которые вы видите сейчас. Который привел к аллергическому дерматиту. У меня здесь были повреждения, ожоги. И когда я использовала крем для рук, он просто начал разъедать мою кожу. Я думала, что просто у меня кожа шелушится от ожога, собственно. И еще, знаете, так толстеньким слоем крема для рук мазала эти ожоги. И мой аллергический дерматит начал прогрессировать. Когда я сходила к дерматологу, собственно, она мне поставила диагноз. И я поняла, что этот крем нужно убрать. В том бутыльке было 150 мл. Я использовала половину бутылька. Мне он очень нравился. Но, как видите, на поврежденную кожу наносить его нельзя. Я отдала его маме со словами, что у меня на него началась аллергия. Но крем хороший. И у моей мамы началась аллергия на него тоже. Поэтому я сделаю, наверное, отдельное видео о нем. Расскажу вам, что делать и как делать. А продукты, которые мне помогли. И, кстати, их тоже рекомендуют дерматологи. Для того, чтобы избавиться от аллергического дерматита или контактного дерматита. Так вот, Липикар Синдет я использовала в качестве мыла для рук. Потому что мыло очень сушит. Обычное. И, собственно, это удлиняет процесс заживления. И Липикар Бальзам, который АП+, я использовала в качестве крема для рук. Как видите, практически полностью закончила. И сейчас я перешла только на вот этот вот крем для рук. И, возможно, скоро еще перейду на Иос. Добавлю Иос. И вот, поскольку этот уже заканчивается на вот этот вот крем, аллергии не было. Даже когда кожа была поврежденная. Я убрала крем, который, собственно, раздражает мою кожу. И теперь вот пользуюсь вот этой вот троицей. Также, да, я хочу подчеркнуть, что нужно в обязательном порядке использовать вот эти вот штуки. Всякие разные масла для кутикулы. Я использую два. Вот этот вот от Меслин. Он у меня стоит на туалетном столике. И вот этот вот у меня стоит возле компьютера. Я использую раз в день или тот или тот в обязательном порядке. Потому что это очень продлевает стойкость маникюра, скажем так. Кутикула не так сохнет. И, естественно, ее не так часто нужно убирать. Ну что ж, у меня осталось здесь совсем немножко средств. Во-первых, это средства для бровей. Мак и Клиник. Два карандаша, которыми я пользуюсь сейчас очень активно. Это гель для бровей от NYX. Я считаю, что по ценам качества это самый идеальный, наверное, гель для бровей. Хотя нет, есть еще от Essence очень хороший. Здесь среднего размера кисточка. Очень хорошо закрепляет брови. Очень хорошо смотрится на бровях. Не прокрашивает кожу, если вы этого сами не захотите. В общем-то, одна похвала. И любимая тушь последнего месяца это Dior Show. Во-первых, она дает драматический эффект очень легко. Во-вторых, у нее такая крупная кисточка, что мне очень нравится. Но при этом она зауженная на конце. То есть вы можете прокрасить внутренний уголок очень легко. И к тому же она за месяц не изменила своих свойств. То есть я могу ею пользоваться еще очень-очень долго. Кстати, видео о тушах тоже уже практически готово. И маска, которую я очень люблю в последнее время, это магия глины L'Oreal. Именно вот эта вот зелененькая. У меня есть все три маски. Вы делали мне запрос по поводу масок L'Oreal, масок Vichy и масок Garene. Сделаю в бьюти-завтраке отзыв о всех этих масках, о всех разновидностях в одном видео, чтобы все было. Здесь у нас, значит, три натуральные глины и эвкалипт. Вообще, как я поняла, эта маска предназначена именно для жирной кожи. Но моя нормальная склонная к сухости, да, немножко комбинированная кожа, она хорошо воспринимает эту маску. Она хорошо очищается с помощью этой маски. Поры немножко стягиваются, тон лица выравнивается. И она немного матирует, я не знаю, то ли за счет экстракта эвкалипта, то ли за счет глин, которые входят в состав. И, кроме того, эти маски довольно-таки экономичные. Здесь не такой большой объем, на самом деле всего лишь 50 мл, но хватает их очень надолго. Поэтому цена-качество просто замечательное соотношение. Могу вам без зазрения совести рекомендовать. Ну что, в принципе, это все продукты, которые я очень-очень любила в марте месяце, которые себя очень хорошо зарекомендовали и которые я могу вам с удовольствием тоже посоветовать. Если это видео было вам интересно и полезно, конечно же, ставьте лайки. Если у вас есть какие-то вопросы по любому из продуктов, обязательно задавайте их внизу. Я всегда стараюсь отвечать на все комментарии. И пока-пока, увидимся очень скоро.